МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый карагандинский в студии Гульнуржакен. Сегодня выпуски. Вклад женщин в развитие Карагандинской области неоценим, а их гражданская активность – показатель демократического развития страны. Глава региона Ерлан Кушанов поздравил женщин с Международным женским днем. Жительница Караганды Нурила Байтасова отмечает свой вековой юбилей. С днем рождения и 8 марта ее поздравляют несколько десятков внуков и правнуков. В числе почетных гостей – мамы именитых спортсменов Геннадия Головкина и Серика Сапиева. В кинотеатре «Саржайлау» прошел торжественный вечер, приуроченный к Международному женскому дню. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава региона вручил ключи от квартиры призеру Олимпийских игр 2016 года Эльмире Сызыковой, а также наградил золотыми подвесками многодетных матерей. В канун 8 марта состоялся торжественный прием Акима области Ерлана Кушанова. На мероприятии, приуроченном к Международному женскому дню, присутствовали ветераны труда, представительницы культурной и научной интеллигенции, а также многодетные матери. На торжественный прием Ерлана Кушанова были приглашены 40 женщин со всей области, которые упорно трудились на благо общества. В своем поздравительном слове глава региона отметил, что за достижениями мужчин всегда стоят поддерживающие их женщины. В первую очередь я хотел бы поблагодарить всех вас за то, что вы приехали на этот прием со всех уголков нашей области. От имени своих коллег и всех мужчин области я поздравляю наших матерей, сестер, дочерей и жен с этим замечательным праздником. Вся краса этого мира заключена именно в вас, наши любимые женщины. Мы вас любим, понимаем и желаем, чтобы ваша красота не меркла никогда. На мероприятии собрались выдающиеся женщины, педагоги, профессоры, предприниматели и представители правоохранительных органов. В числе приглашенных и общественный деятель Таисия Шутова. В свои 77 лет пенсионерка ведет активную социальную деятельность. Женщина призналась, что приглашение на торжественный прием Акима стало для нее радостным событием. Ну что могу сказать? Конечно, это честь и очень приятно, что тебя вот отмечают. Ведь вы знаете, вот мы уже стареем, наше поколение уже уходит и с арены даже, да? Но у меня поэтому, знаете, вот такое вот четверостишие есть, что все говорят, что мы стареем, все говорят, что пыл у нас не тот. Ну посмотрите на небо, как плечет небо голубое, а ведь оно старее нас. Знаете, я уже сколько раз думала броситься общественной работой заниматься, но когда я вижу результат своей общественной работы, да, меня это радует. И думаю, вот 77 лет, думаю, нет, еще буду, пока силы позволяют, буду заниматься общественной работой. Этот день стал особенным для пяти многодетных матерей. Аким области собственноручно наградил их золотыми и серебряными подвесками. Большой радостью этот прием ознаменовался и для призера летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Эльмиры Сыздыковой. Ерлан Кошанов вручила ей ключи от квартиры. Розовый призер Олимпиады. Я хотел вот сейчас, пользуясь этим случаем, вручить ключи от квартиры. Поблагодарить. На приеме присутствовали женщины разных национальностей, которым было суждено прожить жизнь на казахстанской земле. Они поделились историями о том, где были рождены, как переехали в Карагандинскую область и начали свой трудовой путь. Все женщины поблагодарили Акима области за его внимание, участие и поддержку. Товжан Лянова, Жаслан Маклубеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. По-особенному Международный женский день отмечает жительница Караганды Нурила Байтасова. В этом году ей исполнилось 100 лет. С вековым юбилеем долгожительницу поздравили дети, а также целая армия внуков и правнуков. Наша съемочная группа побывала в гостях у Нурилы Апав и разузнала, в чем секрет ее долголетия. В этом году Нурила Байтасова отмечает свой 100-й день рождения. Бабушка может похвастаться не только трехзначным возрастом, но и своим хобби. На протяжении долгих лет Нурила Апай шьет Карагурпе для членов своей большой семьи. В столь почтенном возрасте она окружена шестью детьми, 28 внуками, 60 правнуками и семи праправнуками. Карагандинка уверяет, самое главное богатство и достижение в ее жизни – это дети. После военной годы я смогла поставить на ноги своих детей, потом подросли и внуки. Сейчас я живу у них, я прожила долгую жизнь, у меня нет сожалений. Я благодарна Всевышнему за все, что имею, за эту счастливую жизнь. Мои дети и внуки внимательны ко мне, они всегда проявляют заботу, уважение и участие, дарят мне подарки во время праздников. Но я всегда повторяю, что мой главный подарок – это их присутствие в моей жизни. За свою долгую жизнь Нурила Апай пережила и голодомори войну. В 1976 году она вдовела. Невзирая на все ненастья, Нурила Байтасова сумела поставить на ноги свое потомство. Старшей дочери Нурила Апай 81 год, младшей – 60. Сегодня каждый из ее детей стоит во главе большой сплоченной семьи. Они знают обо всех трудностях, которые пришлось пережить их матери, и стараются передавать эти знания младшим поколениям. Ведь история жизни столетней Нурилы Байтасовой их вправду удивительна. В 1937 году, предвоенные годы, когда голод был в Казахстане, она работала в колхозе, помогала сено косить. Они сели, они убирали, скотоводством занимались. Во время войны, когда мужчин не осталось в аулах, мужские все работы, они делали. И она какое-то время работала в начальной партийной организации, парторгом она работала. В свои сто лет Нурила Апай часто ходит на пешие прогулки, правильно питается и не выпускает из рук иголку с ниткой. У каждого из ее домочадцев есть подаренные любимой бабушкой Храх-Курпе, сотканные из любви и заботы. Глаза столетней карагандинки все еще источают свет. Она сумела стать своим детьям и невескам второй мамы. Возможно, именно доброта и милосердие, с которыми Нурила Байтасова никогда не расстается, является секретом ее долголетия. Токжан Лянова, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. Расширение микрокредитования позволит в два раза увеличить количество стартап-проектов Карагандинской области. Мы продолжаем получать отклики карагандинцев на пять социальных инициатив, озвученных президентом страны 5 марта. Реализация новых инициатив президента облегчит начинающим предпринимателям создание собственного дела. В Карагандинской области количество реализованных стартап-проектов может увеличиться в два раза. В 2017 году за первый год реализации программы развития массового предпринимательства в Карагандинской области 827 начинающих бизнесменов получили микрокредиты на сумму 4,5 миллиарда тенге. Это позволило им открыть новые производства в сельском хозяйстве и обрабатывающей промышленности, а также создать более 700 новых рабочих мест. По программе СКЕР в прошлом году по итогам 2017 года выделена сумма в размере 1 миллиард 470 миллионов. Из них в аграрно-кредитных корпорациях в полном объеме освоено. Это кредитные средства прошли через фондирование кредитных товариществ. У нас в каждом районе имеется кредитное товарищество, 11 кредитных товариществ. И в прошлом году вот эти деньги по программе СКЕР поступили в мае. И уже до 15 августа мы деньги и средства в полном объеме освоили. На этот год планируется выделить денежные средства в размере 1 миллиард 553 миллиона тенге. Тоже сейчас согласован договор с Акиматом и ожидаем поступления денег в конце марта. Начало апреля, в конце марта. Среди других инициатив главы государства значительное снижение налогов для тех, кто получает небольшую заработную плату. Увеличение государственных образовательных грантов для студентов. Сокращение процентной ставки по ипотечному кредитованию. Всеобщая газификация страны. Повышение зарплаты пенсии учителям. В целом казахстанцы сошлись во мнении, что инициативы президента дадут хороший импульс развитию страны. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерство здравоохранения Республики Казахстан. В честь Международного женского дня социальные работники района имени Казбекби организовали праздник для своих маленьких подопечных. В Карагандинском доме культуры и глухих состоялся конкурс «Радуга талантов». На сцене особенные дети. Все они являются подопечными отделения социальной помощи на дому, отдела занятости и социальных программ. Ребятишки с удовольствием читали стихи, исполняли песни, посвященные самому дорогому человеку – маме. Организаторы конкурса заявляют, что такие мероприятия – это настоящий праздник для их подопечных. И каждое приглашение дети ждут с нетерпением. Наши дети всегда ждут наших мероприятий. И мы стараемся каждый раз в праздниках пригласить детей по мере возможности побольше детей, потому что мы знаем, что наши дети ждут наших приглашений. И они воспринимают это с радостью. В настоящее время в отделении социальной помощи на дому района имени Казбекби обслуживается 156 ребенка-инвалида. На праздник пригласили 40 детей. Андрей Тен, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Женщин полицейских, а также ветеранов органов внутренних дел поздравили с наступающим праздником. В преддверии Международного женского дня офицеры и руководство областного департамента внутренних дел подготовили традиционную праздничную программу. Форма к лицу не только мужчинам, но и женщинам. Вот уже не одно столетие это доказывают те, кто решил посвятить себя служению Отечеству. Сегодня в органах внутренних дел Карагандинской области служат более тысячи женщин. Наравне с мужчинами они раскрывают преступления, проводят криминалистические исследования, обеспечивают охрану общественного порядка. Пожалуй, сейчас в мире нет такой профессии, которой бы они не освоили. Становление нашего молодого независимого государства также значительный вклад внесли казахстанские женщины. Полные трудности, времена они противостояли сложностями, демонстрируя свою решительность и упорство. Женщины стали вдохновителями многих достижений, которыми мы сегодня гордимся. Стратегия «Казахстан-2050» лидер нации. Нурсанг Абич Назарбат отметил, что женщина – опора семьи, а значит опора государства. Не обошлось в этот день и без награждений. 17 сотрудниц полиции за добросовестное исполнение службы были поощрены благодарственными письмами и нагрудными знаками от Министерства внутренних дел. Помимо этого, 390 женщин-сотрудниц отдела внутренних дел области были поощрены благодарственными письмами начальника ДВД Миргинбая Жапарова. Также по приказу руководства всех сотрудниц полиции премировали. От своего имени хочу поздравить всех наших сотрудниц с 8 марта с таким весенним чудным праздником. Пожелать им здоровья, прежде всего карьерного роста, благополучия дома, самое главное, чтобы дома все было хорошо. Хочу также поздравить женщин, членов семей наших сотрудников. Это и мам, жен, дочерей, сестер, чтобы у них дома всегда наши коллеги всегда возвращались домой и всегда чувствовали поддержку дома. После торжественной части в департаменте провели конкурс среди детей сотрудниц ДВД под названием «Лучше всех». Всем участникам вручены ценные призы и грамоты. В Караганде прошел торжественный вечер, приуроченный к Международному женскому дню. На мероприятие, организованное областным государственным архивом Карагандинской области и кинотеатром Саржайлау, были приглашены женщины из разных сфер деятельности, которые вложили немалый вклад в развитие общества. В числе почетных гостей были и мамы именитых спортсменов Геннадия Головкина и Серика Сапиева. В первую очередь в Международный женский день принято поздравлять матерей, которые посвящают всю жизнь воспитанию детей. Взрастить новое поколение сложно, а воспитать спортсменов, которыми будет гордиться вся страна, тем более. Однако некоторым это все же удалось. Вик числе и мама именитого боксера Серика Сапиева. Женщина призналась, что всегда рада приглашениям на подобные мероприятия. Елизавета Головкина часто отказывается от интервью в силу своей скромности. Мама знаменитого боксера, чье имя гремит на весь мир, признается, что до сих пор не привыкла к повышенному вниманию. Но как же обойтись без него, когда ты воспитала не просто боксера, а настоящего чемпиона, который стал символом казахстанского спорта. В канун праздника мама Геннадия Головкина поздравила не только прекрасную половину человечества, но и мужчин. Поздравляю с 8 марта. Прежде всего хочу поздравить мужчин. Мужчин хочу поздравить, потому что у них есть женщины. А женщин поздравляю с наступающим 8 марта. Желаю, конечно же, крепкого здоровья. Я желаю больше радостных дней, проживать позитивные моменты, радостные моменты. Потому что, поверьте мне, это проверено уже на себе, что это лучше, чем таблетки действует. Всем здоровья крепкого, любовь, сочувствие, понимание детей, близких. Всех с 8 марта. На торжественном мероприятии под названием «Славные женщины Сарарки» царила особенная атмосфера. Звучали красивые песни и трогательные стихи. Были показаны кадры из документальных фильмов о женщинах Карагандинской области. Весь вечер говорили о заслугах женщин перед страной, об их неустанном труде и невероятных подвигах. Токжан Лянова, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Более 200 старшеклассниц Караганды и области приели участие в 20-м юбилейном турнире по пулевой стрельбе. Традиционное соревнование посвящено памяти легендарного снайпера, героя Советского Союза Алии Молдогуловой. Турнир прошел на базе средней школы номер 52. Пневматические винтовки в руках юных хрупких девушек. Казалось бы, не женское это дело оружие в руках держать. Вот только организаторы турнира с этим не согласны. Пулевая стрельба, как и любой другой вид спорта, воспитывает и закаляет характер, заявляют военные. В юбилейном 20-м турнире приняли участие около 230 девочек из средних школ Караганды и области, воспитанниц кадетских классов и военно-спортивных клубов. Среди них и Галина Каратеева, ученица кадетского класса 58-й школы. Нас майоры обучают, как правильно стрелять. Мы участвуем в очень многих соревнованиях, занимаем места. И это учит многому в жизни. Мне кажется, это многим понадобится. Особенно мальчикам, которые будут поступать в армию. Соревнования лично командные. Участвуют команды 7-11 классов. Прошедший инструктаж по правилам техники безопасности. Команда состоит из 4-х участников. По словам организаторов, целями и задачами мероприятия являются патриотическое воспитание молодежи, приобщение девушек к занятиям спортивной стрельбой. Подготовка к этим соревнованиям и сами соревнования являются частью военно-патриотического воспитания растающего поколения. Это очень важно для нас сегодня, потому что мы знаем, что только когда сильна наша армия, стоящая на защите рубежей нашей Родины, только тогда мы можем спокойно, мирно жить, учиться и строить свое государство. Сегодня в учебных заведениях Карагандинской области насчитывается более 60 военно-спортивных клубов. В них наравне с юношами азы военного искусства постигают и девушки. За 20 лет проведения соревнования через него прошло свыше 3000 старшеклассниц. И все же организаторы надеются, что эти навыки никогда не пригодятся им в жизни. Патриот, который хорошо любит свою Родину, умеет говорить хорошо, но тем не менее в любую минуту он должен встать, взять в руки оружие и встать на защиту своей Родины. Вот я считаю, это наша главная задача, чтобы наши ребята в любой момент могли встать в строй, армейский строй и защищать свою Родину, если это понадобится. Но мы, насколько знаем, Казахстан у нас самая мирная государство благодаря нашему президенту. Мы никому не угрожаем, у нас со всеми добрососедские отношения, поэтому мы будем радоваться тому, что наши ребята участвуют только на спортивных мероприятиях. Активный интерес к таким соревнованиям показывает желание ребят заниматься стрелковым спортом, отмечают организаторы. Стоит отметить, что турнир посвящен предстоящему празднику 8 марта. Лучшие стрелки стали обладателями кубков и грамот. Андрей Тайна, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Коллектив нашей телекомпании также поздравляет всех женщин с праздником 8 марта. Пусть в вашей жизни будет вечная весна, пусть ярко светит солнце, пусть дни будут светлыми и безоблачными. Улыбок, хорошего настроения, радости и счастья. Всегда ваш Первый Карагандинский. О новостях на сегодня все. Спасибо, что смотрели нас. Увидимся в эфире телеканала Первый Карагандинский. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!